1 января у меня были крайне амбициозные мыслишки дочитать все творчество автора в этом году. Может быть, Фантлаб знает больше, чем мы? Только по любви и согласию. Друзья, всем привет! С вами Аня, вы на канале Bookspace. И я вас горячо приветствую в 2020 году. И предлагаю его начать с самого вкусного, ожидаемого и предвкушаемого. Конечно же, с книжных целей, планов, заготовок, топ-листов и тому подобное. Ага, что в этом году я буду читать? За 3,5 года ведения своего блога я уже съела собаку определенно на планирование чтения. И поэтому в этом году я отойду от тенденции планирования единичных книг. Потому что, допустим, то, что я запланировала в январе, возможно, к сентябрю для меня потеряет актуальность. И чтобы не было вот такого вот неприятного, давайте я, по крайней мере, намечу тенденции, которым я буду в этом году следовать. А уже конкретные книжные планы под лозунгом «Вот прям сейчас!» Я предлагаю вам смотреть в своей группе ВКонтакте, либо в Инстаграме, либо давайте сделаем на канале рубрику, не знаю, про самые ближайшие планы на прочтение в начале каждого месяца. Возможно, вам это будет интересно, друзья. Ладно, это дело мы в январе проэкспериментируем, но начнем, пожалуй, с основных тенденций моего будущего книжного года. А главным спонсором моего текущего направления этого года является видео «Циклы, которые я собираюсь дочитывать». Вот оно. На канале оно имеется. В этом году я и вдохновляюсь конкретно, и ему же и следую. И еще я крайне надеюсь, что в этом году я наконец-то перестану жадничать и нагребать кучу книжных циклов на прочтение. Аня, Ань, Ань, ты их не прочтешь, ты элементарно запутаешься ху из ху. Ну и тем более, как бы, зачем плодить начитанные книжные циклы. Сейчас мое внимание направлено на трилогию Ли Бардуга о грешах, потому что у меня появилась новинка продолжения этой вселенной в виде новой трилогии об одном из героев «Грешеверс» у Николая Ланцови «Король Шрамов». Пожалуйста. И тем более, еще грядущая экранизация как бы слегка подпаливает пятки, да, поэтому пора уже ускоряться. Еще одна очень клевая Guilty Pleasure – это «Хроники убийцы короля» от Патрика Ротфаса. Почему Guilty Pleasure? Потому что я его уже холю, лелею, который год, люблю, не могу и собираюсь его вновь перечитать. Знаете почему? Потому что на фантлабе прошла очень интересная утка. Якобы в августе этого года выйдет в свет финальная часть этой трилогии – «Третий день хроник убийцы короля». Я говорю, что это утка, потому что у нас как бы на руках нет официального авторского подтверждения о том, что «Чуваки, я закончил цикл, хей-хей!» Это все никем не подтверждено. Что вдвойне странно, потому что, допустим, Мартин на одной из конференций нам подтвердил, что «Да, я выпускаю «Ветра зимы» этим летом», а фантлаб об этом – ни слова. Может быть, фантлаб знает больше, чем мы? Короче, ладно, для меня «Хроники убийцы короля» – это цикл для низкого старта. Я чекну новости весной, и если вдруг Ротфус нам анонсирует выход «Третий книги», то, естественно, я кинусь в догонку заново иду дело перечитывать. Из моих декабрьских планов январские очень плавно вливаются на волне сезона, аж целых два цикла на будущее дочитывание. Во-первых, это «Ведьмак», у которого мне осталось прочесть буквально лишь книжки 4, возможно. Читается огненно, бодренько и невероятно здорово. И заодно у меня прокачивает скилл «Понимание политики». Спасибо огромное. И еще у меня остался на постсалатный период «Мистер Мерседес», оставшиеся две части. Ах да, еще одно невероятное «Гилти Плэжа», говорится, самая любимая заныканная шкатка в книжном шкафу. Робин Хопп, который уже очень давно пора бы из сердца выпустить в жизнь в виде ролика о творчестве автора, о том, с чего нужно ее начинать читать, что там почем и тому подобное. Ну, давно пора, серьезно. Получилось около семи циклов, я, наверное, не брала сорок, потому что я понимаю, что я бы не справилась с тем, возможно, восемь. В этом году я, скорее всего, успею прочитать. Отдельный, неизменный, фанатский раздел «Стивен Кинг», ребята. 1 января у меня были крайне абициозные мыслишки дочитать все творчество автора в этом году. Я, разумеется, намылилась, перенарядилась, прочекала это дело, и вот что обнаружило, что у меня у автора еще осталось 33, мать их, непрочитанных романа. Романа, ребята, даже вот без сборников повестей и рассказов. Я пока не планировала переименовать канал в «Стивен Кинг Спейс», хотя бы очень заманчиво, но нет, я пока пас. Я подумала, что из своего книжного вызова, а если сделала вызов в 90 книг, я прочитаю 10 романов «Стивена Кинга», но, по крайней мере, это не 33 с плюсом. Ну и еще два главных авторских кирпича у меня тоже купили билеты на поезд этого года на прочтение. Это «Под куполом», друзья, и «Противостояние». Теперь я кирпичи у Кинга после «Темной башни» абсолютно не пугаюсь, ну, тем более, одиночные. Серьезно, что ли? Вот «Темная башня», где 4,5, блин, тысячи страниц, это как бы другое дело. К слову, обзор по «Темной башне» я уже готовлю, все скоро будет, друзья, не переживайте. Ну, вообще, я, разумеется, очень взволнована, потому что, как оказалось, Стивен Кинг явно могет в эпик, определенно. Но ему здесь и при таких объемах есть где разгуляться, поэтому я до этого дела даже не переживаю. Другое дело, понравится ли мне это так же сильно, как «Темная башня», как «11.22.63» и другие кайфучие книги у Кинга. Посмотрим. Следующий мой раздел – это моя главная закуска на первое полугодие, на зимние и на весенние сезоны. Это подростковая фэнтези и «Янкодалт». В первую очередь, это те ребята, которые у меня уже явно подзалежались и покрылись пылью на полках. Во вторую очередь, это книжные новинки от издателей, возможно, они вам будут интересны. И в третью очередь, это та самая толпа, которую вы мне рекомендовали купить на «Черную пятницу». На зиму я себе ставила место, по крайней мере, из пяти книг, чтобы себе мозг этим делом не перегружать. Ну, как бы, хватит. И в первую очередь я читаю, по крайней мере, начала читать этот год с книги «Двое могут хранить секрет». И меня она уже так сильно обезет, и я прямо уже горю желанием вам это дело высказаться. И, наверное, скорее всего, сделаю это в будущем видео про свои ближайшие планы и про то, что я читаю вот сейчас. Нет, серьезно, эта книга – это просто главная провалившая года, по крайней мере, за первые три дня этого года. Это ужасно, чуваки. По поводу доставшихся четырех книг я пока что точно не знаю, что буду брать. Это я себе выберу по настроению. Мало ли я передумаю к февралью что-нибудь читать, чтобы не было неловких ситуаций. К трех с половиной годам блога и к Новому году я на себя поняла крайне важную мысль о том, что не надо гнаться за универсальностью книжного блога. Тебе не может нравиться все жанры подряд. Нет, конечно, можно читать все подряд, и включая пьесы, и биографии, и классику, современку, и анкредаут, фэнтези, фантастику, научную фантастику, эзотерику. Все что угодно. Можно. Другой вопрос – зачем? Короче, да, это очень неловкая ситуация, когда ты вроде как книжный блогер, и проповедуешь направо и налево своим блогом, что, ребята, необходимо читать книги в удовольствие, а сама этой проповеди не следуешь. Ой. Поэтому вот с сегодняшнего дня я считаю то, что я хочу прочитать. И это невероятно облегчает мне выбор, потому что теперь я не буду думать, как же мне бы сейчас ввязываться в марафон того, что мне не нравится. Просто не ввязываться. Это я вам к чему страдала? К тому, что у меня на канале было очень много в прошлом году, по крайней мере, проезжих ребят, которые меня почему-то задевали вопросом, Аня, так много фэнтези, а где же классика? А где же современка? А где же биографии? И я говорила, ой, я это тоже читаю. Да, конечно. Я откладывала то, что мне хочется, после того, что как бы народ просил. И знаете, теперь я читаю то, что в первую очередь хочу я. И в первую очередь в 2020 году это фэнтези. На фэнтези в этом году у меня просто колоссальнейшие планы, потому что так много идей и тем для будущих роликов. И, однако, я начала понимать, что мне люто не хватает фэнтези-базы. В то время, как мои коллеги читали фэнтези, классику фэнтези, по крайней мере, лет от X11, я ее начала читать с 23 лет. Я о времени потраченном не жалею, но, тем не менее, я планирую это дело наверстывать и в очень быстром, в удовольствие темпе. В общем, в этом году я закладываю очень мощную фэнтези-базу в виде досчитывания циклов, обзора новинок, в виде прочитывания классики, фэнтези, хей-хей. Аж сама довольна этим выбором. Итак, алмаз фэнтези, который я буду очень долго холить или лейт, это, разумеется, Аберкромби. По крайней мере, его цикл Первый закон и дальше за цикл Земного круга. Ну и, разумеется, Море осколков тоже присоединяется к вечеринке. Спрашивали меня ребята по поводу Мартина, на случай, если дедушка Мартин наконец-то нас осчастливит всех и выдаст нам ветра зимы, буду ли я цикл заново перечитывать. И я подумала, что на канале у меня есть очень много стримов, очень много реакций. Допустим, в том же Инстаграме есть подборки по моей коллекции Игры Престолов, но нет обзора песни «Льда и пламени» вот конкретного этого цикла. Нужен ли вам вообще обзор, сравнение с сериалом, светлая ему память и тому подобное в виде отдельного видео? Пожалуйста. Буквально вот на днях нам Азбука выдала новость о переиздании серии «Колесо времени» от Роберта Джордана. Я, разумеется, пока что не в теме, но очень хочу сильно быть в этой самой теме, пускай и на огромнейшее приключение в виде 14, о боже мой, томов серии. «Колесо времени» — это одно из самых эпичных, греческих и однозначно классических представителей фэнтези и одна из ваших самых горячущих рекомендаций, так что мне оплошать не стоило бы. К слову, те, кто не в теме, то автор не успел, к сожалению, серию закончить, так что за ним дописывал Сандерсон. И да, Сандерсон, хох. У меня с ним в этом году было, ну, такое среднечковое свидание, и тем не менее у автора перспективы просто вот невероятные для, по крайней мере, моего сердца. Просто теперь я к нему буду подходить без особых ожиданий, вот чтобы не было такого неприятного инцидента, как это было в этом году. Сразу говорю, потому что уверена, что многие будут спрашивать, и я не уверена, что я успею добраться до его архива Брэйсвета. Если я себе создам, знаете, расписание и сконцентрирую свою силу воли, то, возможно, и успею, друзья. Надеюсь, что так оно и будет, но, по крайней мере, вам обещать не буду, чтобы там не было разочарований. Ну что ж, и последний мой раздел и пласт в этом году — это классика и современная литература. В прошлом году я очень удачно стартовала со своей планкой в 7 книг, я ее подняла, даже прочитала 8, и это прекрасно. Но в этом году я планки ставить не буду, и тем более ввязываться в длительные марафоны по классике. Возможно, в этом году я еще разок повторю свой марафон по неделе эксклюзивной классики, если я подберу хорошую и для себя ожидаемую классную эксклюзивную классику. Но в этом году классика и современка только по любви и согласию. Единственное, что я могу вам примерно обозначить, на что я посматриваю. А посматриваю я из классиков на Стейнбека и на Кронина, потому что в них я уверена, их я люблю, уважаю, обожаю. И я думаю, что еще не все классненькое у авторов я успела прочитать. Ага. А из современки я посматриваю больше всего на Петрову Грибе, пока у нас сезон зимы, и на Прислугу от Стоки. Пока что все. Там уже посмотрим больше по настроению. Да, так вот просто. Так что этот раздел, это определенно только и обязательно под настроение. Просто это, блин, чертовски вот похоже на мою жизнь. Знаете, вот по типу, что ты обязан почитать всю классику. Ты же книжный блогер, ты обязан. Это из той же серии, что ты же девочка, ты обязана носить платья и каблуки. Просто иногда так сильно хочется взять этих людей за шкирку и отнести их в другое место. Пускай вот именно там они учат, как вот надо людям жить. Читать, одежду носить, кушать возможно. В общем, моя главная мантра этого года. Есть настроение на платье, надеваю платье. Нет настроения на платье, не беда, джинсы всегда меня ждут. То же самое и с книгами, ну вы понимаете. Вот такие дела, друзья. То, что в этом году у меня больше девиз, это книжная импровизация. Без такого либо определенного чтения, но по определенным путям из этого ролика. Я надеюсь, что видео вам понравилось. С вами была Аня Кобычна, и скоро мы уже увидимся обязательно. В будущем ролике, в котором я буду вам жаловаться и бомбить по поводу вот этого, блин. Но это уже попозже. Все, друзья, всем пока и до встречи.